Чьих рук дело все это великолепие неизвестно. Одни говорят инопланетяне, другие какая-то высокоразвитая цивилизация, которая населяла Землю до нас. И только третьи высказывают осторожную версию, что все это лишь игра фантазии доисторических сказочников, которые таким образом воплощали популярные мифы. Правда, происхождение этих мифов по-прежнему неизвестно. Недавно ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, голубая кровь невыдумка. Исследователи древних текстов утверждают, что человекообразные существа с голубой кровью встречаются в шумерских летописях. Неожиданная версия появления на Земле долгожителей с голубой кровью в проекте «Кровь звездных драконов». Тысячи людей на планете утверждают, что общались с пришельцами. Правда ли, что многих из них похищали инопланетные корабли? Что это? Заговор сумасшедших или провокации спецслужб? Об этом в документальном расследовании «Тайна людей в черном». Почему современные археологи утверждают, что обезьяна и человек совсем не родня? От кого на самом деле произошли современные люди и может ли человечество оказаться огромным экспериментом высокоразвитых инопланетных существ? Об этом в проекте «Создатели». Рассекреченные материалы, которые оказались в нашем распоряжении, содержат информацию о десятках спецопераций по поиску НЛО, о рискованных погонях за тарелками, о героических попытках войти в контакт с иными цивилизациями. Причем все это не придумки сумасшедших энтузиастов. Под официальными донесениями подписи ответственных офицеров, а то и генералов. Что это? Всеобщее помешательство или все-таки шпионские игры, где НЛО всего лишь отвлекающий маневр? Об этом в нашем эксклюзивном расследовании «Братья по космосу». 1975 год. Африка. Американский военный летчик Эрик Дауэр совершает плановый полет. Внезапно пилот замечает над горизонтом неопознанный летающий объект, похожий на сигару. НЛО движется на перерез самолету. Чтобы избежать столкновения, Дауэр набирает высоту. НЛО повторяет его маневр. Пилот прибавляет скорость, пытаясь уйти от преследования, но НЛО движется гораздо быстрее и настигает самолет. Несколько секунд они летят рядом. Дауэр успевает послать на базу сигнал СОС, а затем теряет сознание. Очнулся Эрик Дауэр уже на земле. Вокруг него ходили люди, они вдалеке дымились обломки самолета. Летчик был жив и невредим. Как ему удалось выжить в авиакатастрофе? Для расследования этого инцидента была создана особая комиссия. Но выяснить причины крушения самолета и обстоятельства чудесного спасения летчика так и не удалось. 20 сентября 1977 года, Карелия, Петрозаводск. Около 4 часов утра над городом появился гигантский светящийся объект. Очевидцы сравнивали его с огненной звездой. Звезда медленно двигалась к центру Петрозаводска, осыпая город множеством красных полых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Это продолжалось в течение 12 минут. Затем объект начал движение в сторону Онежского озера и ушел вверх. В это же время в соседних населенных пунктах очевидцы наблюдали десятки похожих объектов. После Петрозаводского феномена, который уже скрыть-то было нельзя, вот и образовалось несколько направлений. Сетка АЭН, это значит, в Академии наук пытались будто бы определить природу явления. И сетка АЭМО Министерства обороны, которая собирала информацию прежде всего с войсковых частей. Военных интересовала любая информация, которая могла бы пролить свет на природу НЛО. Мешками собирались сведения. Наверное, они до сих пор как бы не переработаны и так далее. Другой пример могу провести про оперативную службу, оперативное управление генерального штаба. Была такая служба, в которой в режиме онлайн, как сейчас бы сказали, принималась вся информация со всех округов, войсковых частей и так далее. 29 января 1986 года, Дальнегорск. Около 8 часов вечера над дальневосточными сопками появился яркий светящийся шар. Он был круглый, без каких-либо там иллюминаторов, выступов и так далее. Значит, летел он со скоростью 50 километров в час. Параллельно поверхности Земли, без каких-либо рысканий и падения по высоте. В этом районе не проводились военные учения. Запусков с космодрома Байконур тоже не было. Летел он, ну, по ориентировке можно осознать, что порядка где-то с юга Тихого океана, но не с космодрома Байконур. За полетом НЛО наблюдали десятки жителей Дальнегорска. Ровно в 19.55 они услышали глухой хлопок и увидели, как огненный шар резко пошел вниз. Спустя несколько секунд раздался взрыв. И на вершине сопки начался пожар. Крушение тарелки на высоте 611, но она вошла в аналые истории. И американцами она признана сейчас как русский Росвелл. То есть весьма имеется убедительное доказательство того, что это действительно разбился инопланетный корабль. После взрыва таинственный объект повел себя странно. Несколько раз он поднимался над сопкой, пытаясь улететь. Ну, с каждым подъемом, высота его подъема становилась все меньше и меньше. То есть у него не хватало энергии. После чего он успокоился и как, в кавычках, грубо говоря, горел там на этом месте. В руках у Валерия Двужильного модель этого летательного аппарата. Она была сделана по описаниям многочисленных очевидцев этого происшествия. Ну, что собой представлял НЛО, который упал на высоту 611. Вот мы видим, что это был идеально круглый шар, окруженный вакуумной внутренней оболочкой, и красного цвета эта плазменная оболочка была. На месте аварии исследователям удалось найти фрагменты обшивки летающей тарелки. Приходилось зимой, это же дело было зимой, январь, февраль, значит, ложиться на живот, ползать там, значит, и с помощью пинцета и лупы подбирать из грунта вот эти все частички. Ну, при этом же использовались и магниты. Вот, кстати, именно с помощью магниты был выловлен кусочек внешней обшивки этого корпуса, потому что он был сильно намагничен. Внешний корпус летающей тарелки сделан из молибдена. В чистом виде этот металл на Земле не встречается. Есть только молибденовая руда. То есть в чистом виде молибдена не существует. Тем более с отсутствием даже одного атома примеси. Это исключено. Это искусственно полученный материал, это полированный материал. К тому же молибден был сильно намагничен. Получить сплав из стопроцентного молибдена и намагнитить его можно лишь в условиях космического вакуума. Я полагаю, что сверхчистый молибден служил инициатором сверхмощных электромагнитных полей вокруг этого НЛО шарообразного. И вполне возможно для создания вакуумной оболочки. То есть как, что, это уже дело физиков, которые тесно соприкасаются с этой проблемой. Похожий фрагмент обшивки НЛО был найден на месте крушения летающей тарелки близ американского города Розуэлл. Ее обнаружил фермер Мак Брейзл 3 июля 1947 года. Обшивка неизвестного аппарата была сделана из материала, похожего на фольгу, и легко мялась. Но затем сразу же принимала прежнюю форму. Мне Виндл Стивенс показал кусочек материала, который он от этой тарелки отрезал, как он говорит, оторвал. Это вот такой, примерно, я скажу, 40 сантиметров на 60 сантиметров кусочек. Вот типа фольги, вот такой фольги. Только ее сжимаешь вот так, а разжимаешь ни одной линии нет. Ни одной линии выпрямляется настолько. Подобная упругость нетипична для земных металлов. Более того, у нас пока нет технологий, с помощью которых можно было бы создать подобный материал. Крушение летающей тарелки в Дальнегорске дало исследователям огромный материал не только об инопланетных технологиях, но и о самих инопланетянах. Ведь спустя 13 месяцев после аварии они провели на земле спасательную операцию. 28 ноября 1987 года над восточным побережьем Приморского края у нас появилось где-то с 9 до 12, до часу ночи, 38 объектов. Одни были по размерам самолету 154, вторые были в виде диска, третьи были вообще какой-то треугольной формы, непонятной, с иллюминаторами и так далее. Один из объектов, только над городом Дальнегорском прошло 18 объектов. Большая часть их освещала землю мощными прожекторами, в частности, центр города, химкомбинат и так далее. Создается впечатление, что они что-то искали. Скорее всего, они пытались разыскать обломки разбившегося летательного аппарата. 2 сентября 1983 года. В советских газетах опубликовано срочное сообщение ТАСС. В ночь с 31 августа на 1 сентября самолет неустановленной принадлежности со стороны Тихого океана вошел в воздушное пространство над полуостровом Камчатка, затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без аэронавигационных огней, на запросы не отвечал и на связь с радиодиспетчерской службой не выходил. Ну, все, наверное, помнят эту историю 83-го года, когда корейский «Боинг» был сбит, хотя он уже был опознан, конечно, как самолет, но с точки зрения прав каких-то пограничных и так далее, его можно было вначале рассматривать как НЛО. Навстречу самолету был отправлен истребитель МиГ-25. Пилоту был отдан приказ открыть огонь на поражение. История-то приобрела мировой резонанс, очень, может быть, навредила много, а может быть, и подчеркнула, так сказать, нашу силу. Но в том числе, так сказать, наверное, там какие-то и другие были истории аналогичные с, ну, может быть, сбитием каких-то летающих средств, там, переходы через границу и так далее. Ну, военные в этом смысле не разглашают свои секреты и правильно делают. Советские пограничники приняли его за американский самолет-шпион. Но есть и другая версия. Военные предполагали, что воздушную границу СССР нарушили инопланетяне. Ведь к тому времени были зафиксированы десятки случаев появления неопознанных летающих объектов над Дальним Востоком. После того, как был сбит корейский «Боинг», с 93-го года командующим Дальневосточным военным округом был назначен генерал Чичеватов. Он отдал приказ по началу сбора наблюдательной информации по всему Дальнему Востоку, по Дальневосточному округу военному про ИНЛО. В общем-то, резонно, потому что надо зазнать, кто это летит, так сказать. Может быть, это какой-то враг летит с какой-то целью, там не только разведывательная, а с каким-то там диверсионным планом. Или не враг. Как отличить одно от другого? Чаще всего с неопознанными летающими объектами сталкиваются военные летчики. Отношения к ним неоднозначные. Одни считают, что НЛО опасны, другие утверждают, что они настроены дружелюбно. Военные убедились в том, что феномен имеет место быть, но реального и системно наносимого вреда военной технике персонала он не наносит. Случаи есть. В том числе, там, гибель самолетов, там, людей, там, еще что-то. Это есть и у нас, и там, за рубежом. Но не системно, непонятно как. Всегда это, честно говоря, можно списать на, там, техническую ошибку, неправильное действие операторов и так далее. То есть, не критично. Экспертом по НЛО считают летчика-испытателя Марину Попович. Поэтому именно ей коллеги рассказывают о контактах с внеземным разумом. Владимир Лысенко совершал перелет по маршруту Красноярск-Саратов. И он говорит, Марина, мы вылетели, совершеннейшая облачность, мы не разогрели еще приборы, надо было с земли еще, это же закон. А мы понадеялись, что такая хорошая погода, откуда они вылетели. Но самолет попал в грозовой фронт. На борту отказали все приборы. Абсолютно ничего не видно, гроза страшная. И вдруг, сзади появляется луч, мощный луч света, который высвечивает все наковальни. Источник света находился рядом, примерно в 500 метрах от самолета. Это был неизвестный летающий объект. В течение нескольких часов НЛО двигался рядом, освещая путь. Сомнений в том, что им управляли разумные существа, у Владимира Лысенко не возникло. Спасибо передай твоим друзьям. Они нам помогли спастись, они нам подсвечивали весь маршрут. Потом мы сменили направление маршрута, и тем не менее, там тоже была гроза. А у нас отказали приборы, и они нам просто высвечивали полностью заход на посадку. Летчики окрестили этот НЛО спасателем. Спустя несколько лет он появился снова, на этот раз в Рязани. Марина Попович узнала об этом от непосредственных участников происшествия, которых встретила в военном госпитале. Там, где проходят медицинскую комиссию летчики-испытатели. Однажды я лежала в госпитале, проходила комиссию, вдруг приезжают из Рязани, там есть недалеко летная часть, и оттуда приезжает экипаж, целых шесть человек привозят. Они ночью заходили на посадку, и все приборное оборудование на земле отказало. Самолетная никак не справляется, уже очень мощная облачность. И им высвечивали полосу, и они как по санкам, как на санках сели. И говорят, нам кто-то помогал сзади. Высвечивали, подсвечивали полосу. Летчики решили, что сзади летит истребитель, освещая им путь. Но оказалось, что никакого истребителя не существовало. И приземлился Ан-12 в полной темноте. Доказательств у экипажа не было, поэтому весь экипаж самолета был отправлен на медицинскую комиссию. Ну, их моментально собрали, и раньше в это не верили никто и никак. Привезли их в ЦНИАК, все на комиссию. Значит, что-то не сложный полет был, наверное, что-то у них поехала крыша. Давайте-ка проверять. Всех участников инцидента временно отстранили от полетов. Именно поэтому в советское время летчики старались никому не рассказывать о встречах с НЛО. Однако НЛО не всегда ведут себя миролюбимо. Известны случаи нападения инопланетных кораблей на самолеты. Были такие случаи, что они опрокидывали самолеты. Вот я знаю Кипел, Копейкин, это Николай Копейкин, он на Краснодаре работает, в Краснодарском крае, летчик. Он с курсантом полетел, очень сложный ответственный полет был, нужно было проверить технику пилотирования у молодого человека. И вдруг они опрокидываются буквально в штопор, ни с того, ни с сего. А рядышком пролетел вот этот объект. Примерно в это же время неопознанный летающий объект наблюдали и на Земле. Марина Попович заметила его над военным аэродромом. Глинный-глинный такой, сигара такая глинная летит. Это же наверняка было НЛО. А мы подумали, что это кто-то эксперименты делает какие-то с этим, с воздушным шаром. Встречи с НЛО достаточно опасны, ведь человек не может противостоять инопланетному вторжению. Уровень развития их технологий намного превосходит наш. Здесь же такие мощные лучи, и мощная облачность, и мощная радиация, и так далее, и так далее, которые просто могут погубить в одним махо, если не защититься. Они летают совершенно незащищенными. Значит, они защищаются, наверное, как-то сами. И помимо того, что они высокая технология, у них, по разу, они преодолевают такие большие расстояния, и так далее. Тегеран. 19 сентября 1976 года. Приблизительно в 0 часов 30 минут по местному времени на командный пост ВВС Ирана поступает сообщение о ярком светящемся объекте, который появился над городом. Спустя некоторое время его засекли радары международного аэропорта Мехрабад. В час 30 по местному времени в воздух были подняты самолеты-перехватчики. Одному из них удалось приблизиться к объекту на 40 километров, после чего на борту отказала вся аппаратура. Пилоту пришлось вернуться на базу. В это время объект появился на радаре второго самолета. Им управлял лейтенант Парвис Джафари. Когда до НЛО оставалось 40 километров, он начал движение, сохраняя постоянное расстояние от самолета-перехватчика. Когда Джафари попытался приблизиться к объекту, от того отделился еще один объект и полетел в сторону Джафари. В самолете Джафари вдруг вышло из строя все оборудование. Так почти всегда ведут себя приборы при появлении в непосредственной близости неопознанных летающих объектов. Кстати, Джафари позже признался, что в ту пору вообще не знал о существовании НЛО и думал, что это вражеский самолет. Позже выяснилось, что пилот Парвис Джафари пытался атаковать приближающиеся к нему НЛО. Но ему так и не удалось запустить баллистическую ракету. В этот момент все электронные устройства оказались заблокированы. Пропала и связь между экипажем. Пилот позже предупреждал, ни в коем случае не стреляйте в НЛО. Объект тем временем пролетел под самолетом Джафари и вернулся назад. Как только НЛО-разведчик удалился на безопасное расстояние, бортовая аппаратура возобновила свою работу. А через несколько мгновений НЛО вообще исчез из поля зрения. Объяснить это я не в состоянии. Это загадка для всех. Да мы и сами не понимаем, как объект радиусом в 100 метров способен внезапно исчезнуть прямо на глазах у человека или мгновенно сузится до размеров точки. С этого балкона немецкий астрофизик и лабрант фон Людвигер наблюдал за передвижениями НЛО. Объект был совершенно странным. Выглядел, как летящая светящаяся гроздь винограда. И это не были воздушные шары. Воздушные шары не светятся красными и синими лучами. От них не исходит такой свет. На машине исследователь отправился навстречу инопланетному объекту. Мне позвонили из соседней деревни в шести километрах отсюда и сообщили об НЛО. Тогда у меня был вывих ноги и меня повезла на машине жена. Мы увидели светящееся пятно и подъехали как можно ближе к нему. Я вышел из машины и посмотрел в бинокль. Объект был похож на гроздь округлых белых виноградин, испускавших по сторонам красные и синие лучи. Я наблюдал это всего пару секунд, после чего пятно зашло за стену одного из домов. Мы попытались найти его снова, но без успеха. Таков мой личный опыт. Астрофизик не сомневается в существовании инопланетного разума. Он практически доказал, что пришельцы посещают нашу планету. Это могут быть самые разные существа. Самые важные из них — гуманоиды, то есть похожие на людей, владеют нашей речью. Говорят по-русски, по-английски, по-немецки. Иногда их речь звучит как-то странно, но не настолько, чтобы считать ее инопланетной. Кроме того, есть маленькие серые существа, которые вообще не говорят. Люди понимают, что они хотят без слов. Они осознают это, но нельзя это считать прямым общением. Есть еще и такие, которые внешне совсем не напоминают людей, но в то же время не выглядят как роботы. По статистике, очевидцы в 60% случаев наблюдали маленьких серых. В 20-25% — гуманоидов. В остальных — самых разных существ. И Лабранд фон Людвигер много лет изучает все, что связано с НЛО. В его картотеке более 500 случаев, описанных очевидцами. То, что изображено на этих фото, видели в августе 1990 года в Грифсвальде несколько тысяч человек, в том числе русские, которые там работали. Главный из очевидцев — Виноградов. Сначала увидел эту группу светящихся шаров шесть штук, а потом слева появилась группа из семи шаров. Любопытно, что в эту левую группу входили более мелкие объекты, а затем выходили из нее. И это не были осветительные снаряды или пиротехника, как потом полагали многие скептики. Однако исследователь предупреждает, в последнее время доверять фото и видеодокументам не стоит. Ранее можно было путем анализа фото и видеоматериалов выявить их подлинность. Однако сегодня, во времена компьютеризации, подделать кадры с НЛО проще простого. Поэтому для нас сегодня представляют интерес данные радаров. Сам он старается получать информацию об НЛО из первых рук. Наблюдение за неопознанными летающими объектами давно уже перешло к военным структурам. Они устанавливают высоту, на которой находится неопознанный объект. Сам он таких сведений о себе не сообщает. Скорость его передвижения и расстояние до него. Поэтому показатели военных радаров самые интересные. Мы получили очень много подобных записей, причем настолько подробных, что нам удалось с помощью компьютера воссоздать полет этих НЛО и сделать соответствующую анимацию. На этих графиках изображена траектория движения НЛО, которую зафиксировали военные радары. Специалисты легко отличают ее от траектории земной техники. Это самое обычное графическое изображение траекторий полета. Вот летит один самолет, вот другой и так далее. Летят по прямой. А вот тут изображен полет НЛО. Видите, как плотно друг к другу прижаты точки? НЛО движется медленно, со скоростью 210 км в час. А вот отсюда внезапно мчится за скоростью втрое выше скорости звука, делая перед этим поворот на 90 градусов. А вот в этой точке скорость объекта стала такой большой, что военные радары уже не могли ее зафиксировать. Даже сверхзвуковые самолеты не обладают такой маневренностью. Этот график является доказательством существования инопланетных летательных объектов. Сомневаться в существовании феномена НЛО столь же абсурдно, как и подвергать сомнению существование Наполеона. Напомню, что имеются данные четырех исследований, двух американских, советских, а также французских, профинансированных правительствами этих стран. Это данные в общей сложности о 1187 случаях НЛО, не поддающихся никакому объяснению. Кстати, Академия наук в Москве сообщила тогда о 460 случаях из этих 1187. Сегодня известно, что в год военные фиксируют более тысячи случаев появления НЛО. И почти половина из них происходит над территорией России. В 2005 году заслуженный художник Чувашии Анатолий Данилов заметил в небе два странных светящихся пятна. И посмотрел очень внимательно и не заметил. Эти два объекта висели. Первый на высоте где-то километра высота, второй где-то на высоте метров, может, 400-500. Художник вглядывался вдаль, пытаясь рассмотреть таинственные объекты. Сначала он подумал, что это обман зрения, но затем понял, что стал свидетелем уникального явления. Объекты висели минут пять, а потом резко эти два объекта сделали резкое движение в правую сторону, а потом в глубину и на такой очень большой скорости удалились и почти исчезли. на это заняло буквально несколько секунд. Меня потрясло то, что с такой скоростью ни один объект, то, что мы имеем в человеческих возможностях, не может летать. Это я знаю точно, потому что, могу сказать, я служил в свое время в ракетных войсках и знаю, как это может произойти. Конечно, это запомнил, и меня это все потрясло. До сих пор не могу забыть. Почему НЛО всегда движется по столь странным траекториям? Ответ на этот вопрос ищут исследователи из разных стран. Я верю в существование этих объектов вполне, и думаю, что подобные объекты вполне могут находиться вокруг каких-то точек. А почему именно над гидроэлектростанцией они висели, могу предположить. Ну, это общеизвестно, да. Я думаю, полагаю, что именно привлекло что-то такое, может быть, электромагнитное какое-то особое поле, понимаете, поле протяжения, да. Профессор теоретической физики Агюст Мессен из Католического университета бельгийского города Лёвена 40 лет изучает физические аспекты НЛО. Он пытается понять, как именно летают эти внеземные аппараты. НЛО это летающие объекты неизвестного происхождения. Мы не знаем, откуда они появились. Однако мы можем четко констатировать, что они отличаются от любых других летающих объектов, которые нам известны. Они способны застыть в воздухе, то есть оставаться неподвижными, не издавая никаких звуков. НЛО способны двигаться иногда медленно, а иногда и очень быстро. Но у них нет крыльев. То есть они передвигаются не по известному нам принципу, когда струя воздуха скользит вверху по слегка изогнутому крылу. И благодаря разности в давлении сверху и снизу крыла возникает подъемная сила. Кроме того, у НЛО нет пропеллеров, нет турбореакторов. Но как в таком случае они движутся? Скорее всего, речь идет о технологии, которую можно объяснить пока только теоретически. Она основана на эффекте искусственной ионизации. Я исхожу из того, что НЛО посредством пульсирования вызывает ионизацию. Итак, вот у нас электрическое поле. Вот магнитное. А здесь внезапно появляется положительная либо отрицательно заряженная частица. Как только частица начинает движение в направлении электрического поля, ее начинает отталкивать магнитное поле. Так создается спиральное движение. Когда если производить ионизацию периодически, то можно вызывать то силу притяжения, то силу отталкивания. То есть силу можно модулировать в зависимости от ионизации. Это делает всю систему чрезвычайно гибкой, потому что она способна, скажем, вверху НЛО притягивать частицы, а внизу отталкивать их. Это увеличивает подъемную силу. Точно так же можно притягивать частицы с левой стороны и отталкивать с правой, что увеличит боковую силу. Эта теория объясняет феномен, который принято называть «волосы ангела». Впервые его наблюдали в Италии в 1954 году. 27 октября во время футбольного матча над стадионом во Флоренции появилось два светящихся объекта. В течение девяти минут за ними следили десять тысяч болельщиков, игроки и судьи. Как только НЛО скрылись из вида, на футбольное поле выпали паутинообразные, похожие на волосы волокна. Это волосы ангела. Во многих местах, где побывали НЛО, было обнаружено большое количество этих тонких, словно паутина, волокон. Они висели на деревьях, на кораблях и так далее. Но спустя какое-то время исчезали. Едва люди брали эти волокна в руки, как они попросту таяли. В американской уфологии паутина известна под названием волосы ангела. Итальянцы ее зовут кремниевой ватой, а французы подарком Мадонны. Я когда-то активно изучал этот феномен и пришел к такому выводу. В тех местах, где пролетали НЛО, было или загрязнение воздуха или с деревьев падала пыльца. Эти частички поляризировались в электрическом поле, созданном НЛО, затем притягивали друг друга, положительные и отрицательные, и так создавались эти волокна. Но этот довод недостаточен. Если электрическое поле исчезает, почему же не исчезают волокна? Этому тоже есть веское объяснение. Если частицы вступили в контакт, они остаются притянутыми друг к другу благодаря силам Вандер Ваальса. Однако это слабые силы. С увеличением температуры связь распадается, и волокна перестают существовать. Это называется сублимацией твердого тела в газообразное состояние. Более того, бельгийский физик теоретически объяснил еще одну загадку, почему лучи НЛО способны притягивать тяжелые предметы. Некий капитан Лэри Койн, пилотировавший армейский вертолет, рассказал, как его машина была притянута вверх НЛО с помощью загадочного луча. У таких лучей, их называют Solid Lights, есть еще одно свойство. Их можно использовать в качестве оружия. В основу этой техники положен весьма простой принцип, который как таковой нам неизвестен. Плазменные волны. Но мы способны исследовать их теоретически, причем очень широко. и рано или поздно получим этому объяснение. На этих кадрах НЛО, которые наблюдали в небе портового города Нинбо на севере-востоке китайской провинции Джэцзян в марте 2010 года. А это неопознанный объект, который появился над городом Ростов-на-Дону в январе 2011 на этих рисунках НЛО, которые видели 11 декабря 1989 года в Бельгии. С ноября 1989 по апрель 1990 там происходили массовые наблюдения таинственных треугольных объектов. Феномен получил название Бельгийская волна НЛО. Все началось 29 ноября в пригороде города Эйпен. Жандармы фон Монтиньи и Николь 29 ноября 1989 года ехали по этой дороге в сторону Ахена. Примерно в 5.20 оба увидели над этим лугом необыкновенный яркий свет. Они остановили машину тут, у обочины и начали через окно рассматривать НЛО, который висел над лугом на высоте около 120 метров. Жандармы говорили, тот свет был настолько ярким, что можно было бы даже читать газету. Открыв окно машины, они не услышали никаких звуков, что их очень удивило. Вскоре НЛО развернулся в воздухе на 180 градусов и полетел в сторону Эйпена. И тут же в полицию Эйпена обратились взволнованные горожане. Они утверждали, что над городом летает треугольник с яркими огнями. Мы сейчас в Эйпене. Это маленький город. Тот самый НЛО летел над этими домами, летел медленно, со скоростью около 10 километров в час. Он пролетел над часовней, над ратушей, над другими зданиями, на сравнительно небольшом расстоянии от крыш. И долетев до того угла, направился прямиком в сторону долины. Улетел он ровно в 7.23. То есть жандармы могли наблюдать за ним на протяжении более чем двух часов. Среди очевидцев были вполне уважаемые люди. Военные и жандармы. Исследователи считают их надежными свидетелями. В течение вечера 29 ноября 1989 года и последующей ночи поступили 143 сообщения об НЛО. Насколько мне известно, это уникальный случай. В другие два дня были похожие ситуации с большим количеством очевидцев. Вот здесь показано, как внезапно, как неожиданно в течение суток поступили 143 сообщения об НЛО. Это были независимые наблюдатели. Все они описывают НЛО одинаково. Большие треугольные объекты с ярко-белым или желтым прожектором на каждом углу. Оба жандарма фон Монтиньи и Николь увидели треугольную платформу с двумя срезанными углами. По углам этого объекта были прожекторы, которые излучали яркий свет, достигавший самой земли. но это был особый свет. Содержимое каждого луча было очень ярким, тогда как его оболочка резкая и отчетливая. В центре объекта виднелся красный пульсирующий свет. Ночь с 30 на 31 марта 1990 года стала знаковой. НЛО одновременно наблюдали 13,5 тысяч человек. Более того, неопознанные объекты появились и на военных радарах. Два военных самолета F-16 были подняты в воздух, потому что там появилось нечто странное. Чтобы выяснить, что это, потребовалось немало времени. Вот схема полета обоих F-16. Во время этого полета на военных радарах были зафиксированы одинаковые следы. В районе Брюсселя нечто двигалось в воздухе, поднимаясь с высоты 900 метров на 4000 метров, а потом радары потеряли это из виду. Пилоты говорят, что НЛО то появлялся, то исчезал из поля зрения. Это был НЛО, определенное НЛО, и эта способность прятаться от радаров — типичное свойство НЛО. Как именно им это удается и с какой целью они это делают, до сих пор не установлено. Однако 26 апреля 1998 года радарная станция дальнего обнаружения Министерства обороны Великобритании все же засекла НЛО и зафиксировала траекторию его полета. Объект появился над Северным морем и летел по зигзагообразной траектории со скоростью 27 тысяч километров в час. И, судя по всему, им управляло разумное существо. А в апреле 2012 года точно такой же треугольник в течение месяца появлялся на границе Литвы и Белоруссии. Ну, значит, 22 апреля мы с соседом Кузнецовым Сергеем Валентиновичем вышли где-то минут без 10-9 вечера вот именно вот на это место и смотрим я говорю Серега говорю, смотри, он говорит, слушай, это же не звезда какой-то непонятный объект. НЛО появлялся в небе каждый день ровно в 10 часов вечера. Ну, такой вот треугольник, как я вам объяснял, и от него идут усы, двое так отсюда, две усы отсюда идут. Сам треугольник. И справа стрельнут, как вот я смотрю, вот такая вот как бы розовая полудуга. Слева ничего. И это очень хорошо видно даже без бинокля. Правда, потом пошли и взяли бинокль, ну, смотрели, смотрели, правда, когда уже взяли бинокль, то очень хорошо видно в бинокль кучу огней. Как бы вот когда вот фонарик какой-то, шестиламповый такой вот есть, восьмиламповый, вот то, что она вот такая вот как бы вот так вот сюда смотрит. Аж даже глаза слепит. Бинокль это очень хорошо видно. Специалисты заговорили о белорусской волне НЛО. История не получила широкого резонанса лишь по одной причине. В зоне, которая на этот раз заинтересовала пришельцев, практически нет людей. В заброшенных деревнях доживают свой век только старики. Бабушкам это неинтересно, нет. Им тут всем по 80 лет. Что им тут с ними даже об этом говорить-то? Голую им запутывать. испугаются, вообще не выйдет из дома. Но придумают еще себе, что их заберут. Лишь три человека, жители единственного на много километров хутора наблюдали НЛО. Он всегда зависал на одном и том же месте, а спустя несколько часов медленно опускался к горизонту. Я сама видела, как там все это происходило, все. У меня там муж бинокль смотрел, у меня дальнозоркость хорошая, я сама выйду и наблюдаю. Вот. И главное, что потом вниз-вниз постепенно туда куда-то аж исчезало. С каждым разом туда уж пропадало. Жители хутора Белевцы зарисовали инопланетный летательный аппарат. А это изображение бельгийских НЛО. Даже не специалистам видно, эти объекты похожи. С каким же явлением сталкиваются наблюдатели? Я, например, делаю вывод, раз там действительно находится база НАТО, значит, это что-то связано то ли съемкой из космоса, то ли передачка какая-нибудь в космос. А может быть это инопланетяне, бог его знает. Попытки объяснить природу треугольных НЛО делались неоднократно и все они оканчивались неудачей. Во время бельгийской волны, например, одной из первых была проверена земная версия. Неопознанные объекты ничто иное, как секретные самолеты США. Однако ВВС США полностью опровергли это предположение. В указанный период ни один американский самолет типа Стелс не осуществлял каких-либо миссий. Кроме того, размеры, скорость и маневренность треугольников выходят за рамки возможностей земной техники. Первая гипотеза напрашивается сама собой. НЛО это инопланетяне. Имеется множество оснований полагать, что инопланетная гипотеза верна. Она, между прочим, еще и самая простая. Это первое, что приходит на ум едва ли не каждому. Сегодня исследователи считают, что треугольные НЛО являются летательными объектами иных цивилизаций. Скорее всего, они прилетают на Землю из дальнего космоса. Астрофизики уверены, что за пределами Солнечной системы есть планеты, на которых существует разумная жизнь. Эти базы находятся явно не на планетах нашей Солнечной системы. Мы хорошо осведомлены об условиях, которые царят на этих планетах, и знаем, насколько враждебны эти условия для любой формы жизни. там либо слишком высокие, либо сверхнизкие температуры, и никакая жизнь там не способна развиваться. В то же время не исключено, что в других Солнечных системах тоже есть планеты, и на этих планетах есть жизнь. Это очень даже вероятно при таком множестве объектов в нашей Вселенной. Но есть и другая гипотеза, которая имеет не меньшее число сторонников. НЛО появляются из параллельных миров, где время течет по-другому. Это миры прошлого и будущего. В общем, все похоже на то, что НЛО это гости из нашего собственного будущего, а их экипажи это наши потомки. Они приходят к нам из будущего, а значит человечеству рано или поздно удастся изобрести машину времени. И тогда люди смогут не только двигаться в пространстве, но и курсировать по многомерному миру. И мы, теоретики, пытаемся постичь такую возможность. НЛО являются одновременно и летательными аппаратами, и машинами времени. Уже сегодня экспериментально установлено, что в месте приземления летающих тарелок время отстает на 2 секунды в сутки. Она объясняет поведение экипажа этих кораблей, почему тени показываются нам на глазах, а потому, что иначе они предопределяли бы не только наше будущее, но и собственное. И если эта теория верна, то контакт с существами, которые управляют неопознанными летающими объектами, вряд ли состоится. Чтобы познакомиться с ними, людям придется как минимум изобрести машину времени и отправиться в гости в свое будущее. Субтитры